Министерство транспорта презентовало компьютерную систему моделирования общественного транспорта. Ее специально разработали ученые для Красноярска. Цель сделать так, чтобы трамваи, электрички, автобусы работали не отдельно друг от друга, как сейчас, а вместе сделали перемещение по городу комфортным для пассажиров. Ну, взяли, допустим, 40 минут. Выбираем ОК. Программа нам посчитала, что в течение 40 минут мы можем совершить поездку по левому берегу, до центра города. Сотрудники Минтранса демонстрируют, как работает созданная для Красноярска система. С легкостью меняют параметры, и вот через Енисей уже построен четвертый мост, и возможности пассажиров расширяются. Также выбираем 40 минут, и ОК. Машина нам считает. Здесь уже большая часть правого берега задействована. Эту систему здесь уже назвали интеллектуальной игрушкой для специалистов, но задачи у нее не шуточные. Комплекс должен найти и устранить те недостатки, которые есть сейчас в транспортной системе города. Определить, где нужны новые остановки, где маршруты нужно продлить, а где изменить так, чтобы перемены не ударили по кошельку людей и не заставили их лишний раз пересаживаться. Проблем массы, и управлять всем этим считают в министерстве должен искусственный разум. Уважительно отношусь к специалистам, которые там отработали всю жизнь. Они знают там досконально, где остановка, на каком расстоянии, какой там автобус подходит. Все это здорово, но ручное управление. В ручном режиме можно управлять Ачинском, Каннском, Норильском. Мы город-мегаполис. Мы здесь сделали хорошо, а там-то сделали плохо. Мы вот этот маршрут сюда перенаправили. Вот здесь 100 человек у нас обрадовались, стало все для них хорошо, а тысяча человек остались. То есть эксперименты на живых, на наших жителей, это достаточно миссия плачевная. А крайне ни один из центров не выступил, потому что там и в транспорт ходят бесперебойно, и проблем ни у начальства, ни у чиновников города нет. Один такой эксперимент до сих пор помнит весь город. Транспортную реформу 2008 года, которая обернулась митингами и протестами горожан. Тогда городские власти затеяли революцию, а пришлось возвращаться к прошлому. Сейчас таких резких перемен, конечно, никто затевать не рискнет, но чтобы как-то развиваться, нужны современные подходы, уверены разработчики проекта. Только через меня. Новую систему, по словам Сергея Еремина, должны тестировать в Красноярске в августе. Но будет ли она эффективный вопрос? Тем более, что у города есть свои взгляды на транспортную систему. Но сегодня озвучить официальную позицию власти никто не согласился. В ближайшее время в мэрии пройдет совещание, где, как заверили нас в пресс-службе, будет представлена их разработка.